МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водопад Сейзер в провинции Гомерек, Себастье, Западной Армении замерз из-за аномальных холодов. Водопад выглядит как ледяной памятник. Холодная погода в Себастье, как и на всей территории Западной Армении, оказывает негативное влияние на повседневную жизнь людей. Но, с другой стороны, благодаря аномальным холодам создаются сказочные виды. В регионе Гомерек температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. Слава арцахской лошади давно известна миру. Немногие занимались восстановлением генетического потенциала арцахской лошади. По словам заместителя министра сельского хозяйства Арцаха Тиграна Арстамяна, в последние десятилетия лошадь утратила свое значение в повседневной работе и жизни. В то же время в сфере туризма и занятий спортом набирают популярность тип арцахской лошади. С 2019 года в общине Махитарашен Аскеранского района существует ипподром, где разводят две дюжины английских, арабских и карабахских скакунов. Планируется пополнить ипподром горными лошадьми благородных пород, а не проявят себя в гористых и недоступных условиях, добавил министр. Разведение лошадей также осуществляется в общинах Карвачар, Монашид и Кирсаван. Власти в Турции запретили показ документального фильма об армянском революционере Орхане Бакире. Фильм называется «Арменак. Имя меча на обум». По словам организаторов, мероприятие Арменак является одним из исторических символов братства турок, курдов, армян-греков и других народов. И в этом отношении фильм о таком человеке может беспокоить только тех, у кого экстремальные и регрессивные взгляды. Показ фильма и мероприятия, посвященного Арменаку, также были запрещены провинцией Анкара. Организаторы отмечают, что решение о запрете не имеет правовой основы. В связи с продолжающимся вмешательством Турции эскалацией конфликта командование сирийской арабской армии объявило о готовности продолжить военную операцию «Рассвет в Идлибе» и ответить на нарушение суверенитета Сирии. Официальные источники, в том числе новостное агентство САНА, руководство сирийской арабской армии подчеркнуло, что в ходе вмешательства в Идлибе Турция стремится предотвратить разгром террористических организаций, в том числе Джабхатан Нусры и Исламской партии Туркестана. Армия Турции вместе с террористами использует граждан Сирии, живущих в Идлибе, в качестве живого щита. Командование сирийской арабской армии подчеркивает, что сирийские войска готовы выполнить свой конституционный долг и отразить нападение Турции и угрозу Сирии. Тем временем армия Турции продолжает вводить подкрепления на территорию Идлиба. Как сообщает источник в Твиттер, подкрепления идут не только наземным путем, но и по воздуху транспортным самолетом Airbus A400M. Приземлился минувшей ночью на авиабазе Хатай. Сирийская армия освободила населенный пункт Хан-Ассаль на западе провинции Алеппо, заявила РИА Новости военный источник. Ранее во вторник сообщалось, что сирийская армия впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой М5 Дамаск-Алеппо и ведет бои в районе Хан-Ассаль к северо-западу от трассы. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров провинции Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. В субботу армии был освобожден ключевой город Саракип на перекрестке международных трасс М4 Латаке-Алеппо и М5 Дамаск-Алеппо, а 29 января крупный город Маорет-Нуман. Совет старейшин Еревана на первом заседании четвертой сессии 11 февраля принял решение. Земельные участки, принадлежащих Юрию Африкяну по адресу 48-1 из категории земель промышленного пользования и другого производственного назначения, перевести в категорию земель поселений. Как передает Армен Пресс, владелица данного имущества Юрий Африкян должен реализовать инвестиционную программу, которая будет включать в себя работы по застройке гостиничного комплекса Центра армянских ремесел и Музея армянских ремесел. В рамках реализации программа Африкян обязалась собственными силами и средствами восстановить мост Кармир, который является историко-культурным памятником XVII века и находится на грани разрушения. 12 февраля в 17 часов в Ереванском историческом музее состоялось официальное открытие международного живописного симпозиума «Тавуж глазами мира». Были представлены работы 23 художников из 17 стран, а также 7 художников из армии, которые создали свои работы во время проживания в Агарцине. В течение 10 дней работы симпозиума художники посетили Тавужскую область, познакомились с культурой и традициями Армении, провели культурные мероприятия в крае и провели мастер-класс. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Коми Та Саравут Лю Сабарь. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok